Эдуард Дамбросич, за неделю перед смертью я встречался с сыном Лаврентия Павловича, Берии Серго, и делал с ним большое интервью за неделю перед его смертью. А вот он на Украине? Да, в Киеве. Он жил рядом с нами. Серго сказал мне, что его отца убили без суда и следствия, прямо в особняке, ворвались туда и расстреляли. Никакого суда, ничего не было. Это правда или нет? Я не могу сказать, потому что люди, которые арестовали Берия, они мне рассказывали. Рассказывали? Рассказывали. Москаленко? Москаленко, с ним был Жуков и какой-то генерал еще. Рассказывали, как они умели, так умело зашли, знали, что у Берия пистолет всегда или в кармане, или в портфеле. Когда Берия был в Берлине, он приехал с опозданием на заседание политбюро, а военные предупреждения, они ждали приемной. Берия на них не обратил внимания, зашел, сел, положил в портфель и так договорились, Маленков должен был нажать кнопку. Маленков. Маленков. И это Хрущев был организатором этого. Маленков испугался. Ближайший друг Берии был, Маленков. Испугался, Берия сел, звонка нет, никто не заходит, и Хрущев нажал кнопку. Сам. Сам. Нажал кнопку, вошли в военные, и первое, что сделали, значит, положили на портфель, почувствовал, что пистолет, и предложили уйти из зала. Как Берия отреагирует? Ну, что он мог? Три-четыре военных генералов предлагают. И, между прочим, у Берия Кремль охранялась людьми Берия. Конечно. По-моему, внутренние войска или какая-то гвардия. И ареста до приезда военных заменили всех. Заменили, всех заменили. Но это было сделано грамотно.